Так, и сейчас этим сразу и займемся. Вот здесь я подготавливаю еще одну тренировочную зону, она у нас будет чисто под... здесь, кстати, я тоже место подготовлю под еще одну тренировочную зону. В этих местах у меня будут расположены еще две тренировочных зоны, потому что у меня будет еще, значит, пара гномов с молотками и пара гномов с такими двуручными секирами. Но это пока в планах, а там посмотрим, как пойдет это все в меня. Так, что у нас происходит здесь? Как видите, практически все пространство становится видным. Сейчас их закажу сразу же у лазерворкера. Срочно-оборочно. Кожаную керасу. Так, нет, сейчас закажу панель. Но не любую, а из медведя. Эти задачи пока отменю полностью. Вот... Лазерворкер у меня должен срочно сделать панельку из кожи медведя. Ну, на данный момент, конечно, крепче была бы кожа только лишь... Кожа медведя, что называется. Извините, кожа Огра. Ну, Огров я пока не убил, не разделал, поэтому тут как бы особо... Так, и чем занят на штате Карель Назерворкер? Так... Кожевинник, где ты? Спит. Ну, ладно, спит так спит. Так, ну я, наверное, прерву запись, пока у меня хоть что-нибудь не появится. Зачем я делаю эту панельку? Потому что не имею этой панельки, естественно, не смогу заказать чего-то более серьезного, чем... Компания. Ну все, встретимся через некоторое время. И так, наступил пятый день весны, и звучала очень-очень тревожно, нехорошая музыка. Я немножечко переформирую свои войска. Сейчас мне нужно по-новой будет создать... Опять ополчение, потому что у меня теперь опять осталось только два склада. Итак, смотрим, сколько у нас его получается сейчас занято? У нас занято сейчас население 7, да? 16 свободных. То есть это... Получается... Мы сейчас переформируем немножечко вот этот вот, этот склад временных, которым занят милиция имуста уда. Здесь произведем униформы, информацию здесь завести на все-таки на еще нового милиционера. И поэтому в этот склад мы назначим еще нового, свободного милиционера. Создаем новый склад. А теперь я просто инуюсь сразу же уже, чтобы не было... Таким образом, мне получится полностью выполненные склады, если я не посчитался. Что тоже вполне возможно. Вполне-вполне себе так возможно. Так, мы же здесь, да? Да. Так, вам схват. Ну и давайте сверху начнем. Почему я сейчас обо всем занялся? Срочно потому что мы сейчас можем скоро встречать торговцев. Не могу как это сделать, если у меня армия распущена. Потому что музыка самостоятельная, значит, какая означает, что мы пришли недоброжелатели. И это означает, что с этим недоброжелателем не нужно как-то будет сейчас сражаться. Ох, как бы, чем выжить при этом. Да, получается, у меня еще один армор, который вообще не при деле. Поэтому создал все-таки еще один номер четыре, получается, да? И в него из предыдущих складов, ну, главой, естественно, я учусь сделать сразу этого нашего броника, мастера по броне. Вот. И из других складов, в том числе из вот этого, я ставлю в аккаунт. Так, чтобы избавиться от ошибки, если способ открыть, закрыть. Так. И нашли клеицы номер четыре. Ищем того, кто нас ничем не занят. И из других полков, приходишь, сейчас тоже по одному. Поубираем. И сразу попереводим. По-моему, вот так достаточно будет. Четырех, которые мы убираем. Так. И те, кто остались на удел, мы как раз сейчас распределим по оставшимся. По-моему, все теперь пределим. Да. Все в уделах. Сейчас у меня все, по идее, должны начать быстро-быстро снаряжаться. По мере возможности. Особенно, если я им дам команду. Так, на Gward Station. Gward. Строим наше построение. Первую милицию. Да, вот такие вот вещи. Часто их выводят из строя. И они начинают очень-очень-очень глупить. Вплоть до того, что иногда нужно на самом деле перезагрузиться. И действительно, давайте сейчас это сделаю. Сейчас мы скоро встретимся. Мне нужно будет выйти. А, ну что, зачем так? Вот, я при вас это сделаю. Ну, потому что иначе, если этого не сделаю, у меня просто не будет варианта. То есть, меня сейчас они будут просто глупить и заниматься обычаем. Вот такие вот, все-таки, есть проблемки. Криво названном королевстве. Может быть, может из-за этого. Так, я сейчас не обратил внимание. А не обновилось ли у меня окна Мурия? Вполне возможно, могло быть и такое, да? Ладно. Будем надеяться, что не обновилось. Я что-то новое, вон, чего бы хотел бы рассказать, не рассказал. Сейчас, по идее, наше население должно быть... Так, почему у меня бездельники? Так, где наши шахтеры? Чем они заняты? До сих пор, пока нам вот это вот не скопнуть, да, шахтеры у нас здесь вот полностью закончили. Кстати, кстати, как вы видите, эти грабли, да, как их называют, гномные грабли, они полностью нам открыли с минимальными работами именно шахтеров, да, то есть шахтерам пришлось сменить. Вот теперь вот мы сюда можем, как в магазин, прийти и взять нужного нам там по необходимости. Нужна будет там медь. Пришли, выкопали медь. Нужен уголь. Пришли, выкопали медь. То есть вообще без проблем. Так, и все-таки, а где наши... Наши все? Почему у меня до сих пор не разрыто? Ну же, все это чревато на самом деле сейчас тем, что... Как только я выкопаю... Так, где наши шахтеры? Чем они заняты? Спят? Ну, спят, ребята, что поделать. И пока они не проснутся, получается, у нашего будущего торговца 100% охраны не будет. Так, доделана кираса, кстати говоря, вторая для шахтера. Как он проснется, он тоже должен будет ее одеть. То есть шахтеров я снарядил уже... Кирасами, такими. Получается, для них уже есть кожаные кирасы. Так, и так. Пауза. И смотрим, чем это сейчас... Не пауза, а... Называется, ждем с... Так, 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 давайте, общий сбор. Надо было бы, конечно, еще есть такая штука, как колокол, его тоже можно построить. Прибыл купец. И тут же вот умер где-то... Так, здесь вот умер, а здесь вот у нас купец. Понятно. То есть они, в принципе, на разных участках карты. Гоблины. То, что написано, Хоны и Бэджер Хэйсдайд, это означает, что его только что убили. Ну что ж, где наши самые главные-то охранники? Без них-то у нас вообще все печально. Где наши охранники? Слышим. Где наши? Э... Где ты? Уфту. А ничего, что нужно там родину защищать? Пошел пожрать, нормально. Сейчас к нам как вломятся вот эти вот товарищи нехорошие. Охрана! Гвард! На защиту! Так. Торговец прошел. Ну это явно не... Посмотрите на него. То есть он так вполне себе неплох. У нас все еще нету здесь все-таки, так, но все равно не снимаем охрану, не снимаем посты, ждем. Без наших щитовиков нам будет очень плохо может оказаться. Так, давай... Нет, ребята. Извините, но мне придется все-таки сохраниться, выйти и зайти по новому, потому что это ужас. Потому что явно опять какие-то баги происходят, сохраняемся, выходим. Когда много гномов и много работы, игра начинает на просто такие казусы вытворять. Так что скоро встретимся. Да, версия не обновилась. Скоро встретимся. И вот я снова с вами. Пришлось аж снимать процесс гномории. Иначе она даже выгружаться не хотела. Скажу о следующем, пока все загружается. Сейчас, кстати говоря, в стиме на гномории можно взять всего лишь за 74 рубля. Это для России. И поэтому, думаю, стоит поторопиться. Так, и давайте будем надеяться на то, что все-таки теперь наши воины займутся тем, что они должны делать. Так, они точно здесь у нас указаны. Так, кварц. Видите на кварц-стейшн. Ну, наконец-таки, они прошли. Так, один есть. Но я жду все-таки второго. Все, воины на месте. Решил поесть. Ладно, вовремя. Так, где-то здесь мы видели гоблина. Я думаю, что все-таки нам нужно его как минимум первым. Пускай его атакуют гварды. Давайте. Ребята, пошли. И следом я на него же кидаю вообще всех. То есть, сначала гварды вот сейчас заманят, что называется. А следом, то есть, гварды его, что называется, зажимы повреждений не получили. Гварды его сначала заманили, как бы, завязали с ним атаку. Но у них же соответствующий навык на... Давайте посмотрим, кого еще из вражим. Мы тут можем сразу же попробовать убрать. Так, чья-то кровь гоблинская. Отлично. И что? Что? В чем он? В чем ты? Ты в бронзе. Поношенный, конечно. Но это все равно бронза. Какая гадость. Так. Ага. Этот кровоточит, сам вздохнет. Этого трогать не будем. Больше нет тут никого тут. Пока не будем все равно снимать посты. Это пока для нас опасно. Нам идеально вообще дождаться, пока вот этот гоблин просто сдохнет. Это самый идеальный вариант. Надеюсь, что огры уже ушли. Так, огры-огры были здесь. Да, огры я уже не вижу. В целом ночь более-менее спокойная. Так, ну что ж. Теперь осталось дождаться, пока... Помрет вот этот вот гоблин-неудачник, которого за какое-то место укусил барсук, который оказал нам добрую службу. Получается, в результате... Так, еще одно тельце. Еще одно тельце. Тушка гоблина здесь видна. Так, а ты в чем у нас состояние? В каком? О, и этот тоже кровоточит. Отлично. То есть они все равно рано или поздно получается, оба откинут свои копыта. Или что там у них? Хороший какой барсук. И кожу нам даст. И гоблинов нам, получается, двоих. Он практически, считайте, можно убить... Можно считать, убил вот этих двух гоблинов. И это прекрасно. То есть все равно пастыни снимаю, чтобы никто, не дай бог, ни из гномов не побежал туда, что называется, забирать труп барсука на разделку. Да, конечно, получается, мне сейчас пришлось оставить все свое хозяйство. Гномы, что называется, не спят на дежурстве все. Там перекусывают некоторые изредка яблоком и тому подобные вещами. Ну а мы пока... Пока осторожно... Да, это немножко слишком, может быть, осторожный пока действия провожу. Так, а что здесь у нас? Какие-то тоже здесь движения непонятные мне происходят. Когда же ты уже сдохнешь, а? За руки в одной один кровь идет. Потому что сейчас только мне стоит снять посты, как... А, хотя есть один шанс, есть один способ. Ладно, тем не менее, я подожду. Время промотаю. Так или иначе, я вижу, что у меня проблемы глобальные в этой осаде случились именно с наличием еды. Поэтому, хочу я этого или нет, мне придется сейчас снять посты некоторые. И, кстати говоря, вот я указал сразу же здесь срочно всем, что называется... Так, все, пока вот этих двоих достаточно будет. Надеюсь, у них хватит разума. Так, один, один есть, второй есть, все. Можно посты полностью снимать. Абсолютно всех. Освобождать от ответственности. Все, посты сняты. У нас вот сразу же, я тут, что называется, наши запасы еды восполняю таким образом. Гоблины у нас сдохли, поэтому сейчас их спокойненько обработают. И это просто отлично получается. Наделут из них сосисок и прочего-прочего. А торговли с торговцем я займусь в следующей серии. С вами был Райанур. Пока-пока и счастья вашему дому. Субтитры сделал DimaTorzok